Кавказ довольно интересный географический регион между Черным и Каспийским морями, с реками Кубань и Терек на севере и Кура и Аракс на юге. Как говорили в известном фильме, Кавказ это и кузница, и здравница, и житница. Богатые археологические находки свидетельствуют о давней истории присутствия людей в регионе, а есть ли ещё участие находки в Эдманиссии, но более массовое заселение региона началось со времён Верхнего Палеолита. А неолитический образ жизни, основанный на производстве продуктов питания, начался на Кавказе с 6-го тысячелетия до н.э. Как регион, богатый природными ресурсами, включая руды, пастбище и древесину, Кавказ был довольно интересным регионом для экономики растущих городских центров Северной Месопотамии. Археологические данные с 4-го тысячелетия до н.э. свидетельствуют о наличии двух основных культур бронзового века в регионе, это майкопская и куроаракская. Майкопская культура хорошо известна своими большими и богатыми курганами, особенно в одноимённом участке, которые отражают возникновение новой системы социальной организации, в то время как куроаракская культура прослеживается на обоих флангах Кавказского хребта, демонстрируя связь между севером и югом. Контакты между Ближним Востоком, Кавказом, Причерноморско-Каспийской степью и Центральной Европой как археологически, так и генетически задокументированы ещё с 5-го тысячелетия до н.э. Интенсивность этих контактов увеличилась в 4-м тысячелетии до н.э. параллельно с развитием новых технологий, включающих использование колёсного транспорта, медных сплавов, нового вооружения и более продуктивных пород овец. Интенсивность контактов с соседями имела решающее значение для многих культур. В культурно-генетическом образовании древней ямной культурно-исторической общности, к примеру, до половины генома. Потому как в 3-м тысячелетии до н.э. возросшая мобильность, связанная с колёсным транспортом, лошадьми и совершенствованием скотоводческих практик, привела к резкому увеличению численности популяций, тесно связанных с ямной культурой, что в конечном итоге существенно отразилось на генофонде как современной Европы, так и Южной Азии. А Кавказ сыграл значительную роль в предыстории и становлении евразийского генетического разнообразия. Недавние полиогенетические исследования позволили решить несколько давних вопросов, касающихся культурных и популяционных преобразований в доисторические времена. А также исследования обнаружили загадочную древнюю популяцию в северной части Центральной Евразии, но об этом позже. Одной из важнейших особенностей Кавказского региона является родословное европейского происхождения у охотников-собирателей, которое распространялось примерно с запада на восток. Это происхождение отличается от такового у ранних европейских фермеров, которые более тесно связаны с ранними земледельцами Северо-Западной Анатолии и Леванта. Ближний Восток и Анатолия издавна считались регионами, из которых пришло сельское хозяйство и животноводство в Европу. В Мезолите и Неолите в этих регионах было три разных популяции, с анатолийским и левантийским происхождением на западе и группы с отчетливо-восточным происхождением, соответственно, на востоке. Восточные были впервые описаны у особей из Грузии, верхнего плейстоцена, как охотники-собирателей Кавказа, а затем у мезолитических и неолитических особей из Ирана. В последующие тысячелетия от неолита до бронзового века наблюдалось смешение этих наследственных групп, что привело к генетической однородности исходных популяций. К северу от Кавказа представители медного и бронзового веков Самарской области 5200-х и 4000-х годов до н.э. имели одинаковую смесь восточных и кавказских охотников-собирателей и так называемого степного происхождения. Люди с этой генетической смесью распространились дальше на запад, оставив вклад в современных европейцах и на восток в Алтайский край, а также Южную Азию. На этом месте немного отвлекусь и кое-что проясню. Я понимаю, что если всё выше и ниже сказанное сильно упростить, как это делается в обзорных статьях в СМИ, легко упустить важные детали, а чтобы понять доводы учёных, может уйти больше времени, чем длина этого ролика. Кстати, я разбирался в исследовании не один день, поэтому если в чём-то не всё будет понятно, не переживайте, это нормально. А для тех, кому нравится то, что я делаю, кроме более конкретной помощи, немаловажно смотреть ролики от начала до конца и делиться ими в социальных сетях, о чём я и прошу. Для удобства восприятия информации видео показана инфографика с упрощёнными названиями. Потому как на слух это очень трудно воспринимать. Это для тех, кто предпочитает слушать лекции. Это не касается тех, кто включает лекции под сон. Ребята, это не к вам, спите, всё в порядке, я сам такой. А кто будет смотреть и слушать, напомню, что тема эта довольно сложная. И это не моё личное мнение, как считают некоторые комментаторы. В этом исследовании принимали участие минимум 37 различных научных заведений мира. Из Ирландии, Германии, Китая, Австрии, США, Швейцарии, Армении, Австралии и России, включая города Ставрополь, Москву, Нальчик, Махачкалу и Санкт-Петербург. Уже не первый год ведутся работы в Кавказском регионе. Чтобы понять и охарактеризовать генетическую изменчивость кавказских популяций. Ранее уже были проанализированы группы из различных географических, культурных, этнических и языковых традиций. Кавказ был описан как асимметричный, полупроницаемый барьер, основанный на более высокой генетической близости южно-кавказских групп к анатолийским и ближневосточным популяциям, и генетическом разрыве между ними и популяциями Северного Кавказа с прилегающей евразийской степью. В то время как данные аутосомной и митохондриальной ДНК кажутся относительно однородными по всему Кавказу. Разнообразие Y-хромосом выявляет более глубокую генетическую структуру, свидетельствующую о влиянии нескольких так называемых отцов-основателей с поразительным географическим соответствием этнических и языковых групп и исторических событий. В новой работе учёные стремились исследовать, когда и как сформировались генетические шаблоны, наблюдаемые сегодня в регионе, и проверить их наличие с доисторических времён, а также какую роль сыграл Кавказ в качестве проводника генного потока в прошлом и в формировании культурного и генетического состава более широкого региона. Это имеет важное значение для понимания того, каким образом были связаны Европа, Евразийская степь и первые городские центры на Ближнем Востоке. Учёные стремились генетически охарактеризовать людей из культурных комплексов, таких как Майковский и Куроаракский, а также оценить количество генного потока на Кавказе в периоды интенсификации эксплуатации ресурсов степной среды, поскольку это могло быть вызвано культурными и технологическими инновациями позднего медного и раннего бронзового веков около 6-5 тысяч лет назад. А поскольку распространение степного происхождения в Центральной Европе и в восточных степях 5 тысяч лет назад стало ярким миграционным событием в предыстории человечества, учёные также проследили формирование профиля степного происхождения и проверили влияние соседних фермерских групп на запад или центра градостроительства дальше на юг. В данной работе исследователи показывают, что жители Кавказа из описанного временного интервала образуют два различных генетических кластера, которые были стабильны в течение 3000 лет и соответствуют экогеографическим зонам степной и горной областей, что отличается от ситуации в настоящее время, когда горы Кавказа отделяют северное население от южного. Тем не менее, в начале бронзового века наблюдается тонкий поток генов с Кавказа, а также из восточноевропейских фермерских групп в степной регион, ещё до массовых миграций степных скотоводов в третьем тысячелетии до нашей эры. Генетическая кластеризация и наследственные маркеры Основываясь на графиках главных компонентов примесей, можно наблюдать два разных генетических кластера. Один относится к ранее опубликованным древним особям из западной части Евразийской степи кластер-степь, а второй из популяций Южного Кавказа и древних особей бронзового века из современной Армении кластер-Кавказ, в то время как несколько человек из выборки занимают промежуточные позиции между ними. Резкое различие, наблюдаемое за три тысячи лет, отмечено в распространении гаплогрупп с типами R1, R1B1 и Q1A2 в степных популяциях и LJ и G2 в кластере Кавказ. Напротив, распределения митохондриальных гаплогрупп более разнообразны и схожи в обеих кластерах. Два отдельных скопления наблюдается у самых древних особей описываемого интервала, датируемых Медным веком 6300-6100 лет назад. Три человека из могильников Северного Кавказа, Прогресс-2 и Вонючка-1, Степь Медного века, в которых прослеживаются родословные связанные с восточными и кавказскими охотниками-собирателями, генетически очень похожи на особей Медного века из Самарской и Саратовской областей, включая Хвалынск-2. Это разбавляет признаки восточных охотников и собирателей благодаря предкам, связанных с кавказскими охотниками и собирателями, на участках, расположенных непосредственно к северу предгорий Кавказа. И наоборот, более древние особи самого северного горного фланга, связанные с Даркветь и Мешаковской культурой Медного века, которые являются родственниками первой степени из Унакозовской пещеры. Аналитическая метка Кавказ Медного века демонстрирует смешанное происхождение, в основном связанное с анаталийским неолитом , и кавказскими охотниками и собирателями , в то время как аналогичные профили предков были зарегистрированы для анаталийского и армянского Медного века и лиц Бронзового века, что свидетельствует о наличии смешанной предковой линии к северу от Кавказа уже примерно 6500 лет назад. Древняя североевразийская родословная у степных майкопских особей У четырёх особей из курганов, археологически связанных со степным вариантом майкопской культуры, отсутствуют компоненты анаталийских фермеров, по сравнению и с майкопскими особями из предгорий Кавказа того же периода. Вместо этого они несут третий и четвёртый компонент предков, который тесно связан с верхнепалеолитическими сибиряками. Этот компонент максимизирован у отдельных жителей Афонтовой горы Три и коренных американцев, а также у современных жителей Северной Азии, таких как Мангасан и Северной Сибири. Дополнительные анализы показали, что простые двухсторонние модели степного варианта майкопской культуры в виде смеси, связанной со степью Медного века, как из Афонтовой горы Три или с американскими индейцами, не подходят. Больше подходит модель степь Медного века 63,5%, Афонтова гора Три 29,6% и Американский теневик 6,9%. Здесь снова вставлю свои пять копеек. Не стоит понимать генетическую связь с индейцами. Так, как будто бы сидели кавказские ребята за столом, кушали шашлык, а потом кто-то предложил, пацаны, а пошли шашлык из тюленя делать. Возьмём подруг, там много вкусного, нам пацаны с Алтая рассказали. И так до Америки. Может это интересно, но к реальности не имеет никакого отношения и временные рамки совсем другие. А также не стоит считать, что если у популяции выделены генетические компоненты, связанные с теми или иными комплексными популяциями, то они приходят именно от их носителей напрямую. Все мы в той или иной степени родственники, смотря как глубоко копнуть. Не спешите делиться по принципу «мы» и «они», что очень любят делать некоторые люди, дойдя до какой-то известной группы людей в истории своего народа. Этих предков тоже не в капусте нашли. Так и сигнал, связанный с кеневикским человеком, скорее всего обусловлен восточно-евразийской частью, индейской родословной, поскольку статистика показывает, что у степных майкопских особей больше общих аллилий не только с индейцами Каритиана, но и с народом Хань из Китая. Профиль предков Кавказа. Майкопский период представлен двенадцатью особями из восьми майкопских участков. Двое из Майкопа, четверо представителей новосвободненской культуры из могильника Клады и шесть из позднего майкопского периода. Их представители выглядят однородными. Они очень похожи на предшествующих кавказских особей Медного века и представляют собой продолжение местного генетического профиля. Это родословное сохраняется в последующие столетия, по крайней мере, до трех тысяч сто лет назад, как это показали представители Кур-Аракской культуры из северо-востока, Великен-Дагестан, из Южного Кавказа, Капс-Армения, а также из среднего и позднего бронзового веков с севера, например, Кудахурт и Марченкова гора. А в целом, кавказский профиль родословной относится к армянскому и иранскому Медному веку и не отличим от других особей Кур-Аракской выборки. Армения ранее бронза на графике. Что предполагает двойное происхождение с участием анатолийско-левантийских предков и кавказских охотников-собирателей с иранским неолитом с минимальным вкладом восточных охотников-собирателей и западных охотников-собирателей, возможно, как часть предков, связанных с анатолийскими фермерами. Кавказские охотники-собиратели и анатолийский медный век для всех шести групп из кавказского кластера, включая Кавказ Медного века, Майкопскую и Позднемайкопскую, Майкопско-Навосвободненскую, Куро-Аракскую и Дальменную культуры, составляют от 40 до 72%. А представители Куро-Аракской и Новосвободненской выборки, вероятно, получили дополнительные примеси, связанные с иранским медным веком по 24,9% и 37,4% соответственно. Профиль степной родословной. Особи из северокавказской степи, связанные с ямной культурой, 5300-4400 лет назад почти идентичны особям из Калмыкии, Среднего Поволжья, Украины и другим лицам бронзового века из евразийских степей, которые имеют характерный профиль степной родословной, как смесь родословной, относящейся к восточным и кавказским охотникам-собирателям. Эти индивиды образуют плотный кластер, в который также входят представители северокавказской культуры предгорной степи 4800-4500 лет назад, которые имеют общий профиль степных предков. Как и представители катакомбной культуры в Кубанских, Каспийских и Предгорных степях 4600-4200 лет назад, который пришёл на смену ямной. Особи посткатакомбного культурного блока средней бронзы возрастом 4200-3700 лет из поздней северокавказской и лолинской культур представляют оба профиля предков, распространённых на Северном Кавказе. Представители горного района речки Кабардинка, не путать с посёлком в Краснодарском крае, имеют типичный профиль предков степи, тогда как особи участка Кудахурт менее 100 км к востоку и один представитель дольменной культуры поздней бронзы лолинской культуры возрастом 3400-3200 лет сохраняют южный профиль Кавказа. И наоборот, один человек лолинской культуры напоминает степную майкопскую родословную. Примесь в степную зону с юга Доказательства взаимодействия между кавказским и степным кластерами прослеживаются в генетических данных от представителей, связанных с поздней степной фазой майкопской культуры около 5300-5100 лет назад. Эти смешанные особи были похоронены в тех же захоронениях, что и степные. Они имели более высокую долю предков, связанных с анатолийскими фермерами, хоть и смещённую в сторону кавказского кластера. Ранее люди из данного региона получили дополнительные анатолийские и иранские неолитические примеси, примерно 20 поколений или 560 лет назад. Родословное анатолийских фермеров в степных группах Представители Самарского медного века образовали переходные формы от восточных к кавказским охотникам и собирателям. Однако с этого пути их сбили примеси иранских и анатолийских предков последующие века, потому как эти примеси передавались через южную часть Кавказа. Первое появление комбинированного родства с анатолийскими фермерами в степной зоне, очевидно связано со степным кластером майкопской культуры. Тем не менее, результаты анализа позволяют предположить, что явные и более поздние группы западноевразийских степей также имеют родство с анатолийскими фермерами, так как они слегка смещены в сторону европейских неолитических групп по сравнению с предыдущими представителями Медного века. Культуры среднего и позднего бронзового веков, такие как Полтавкинская, Андроновская, Срубная и Синташтинская показывают дальнейшее увеличение доли анатолийских фермеров, что непосредственно не связано с событиями на Кавказе. А прямой источник происхождения, связанный с анатолийскими фермерами, может быть исключён. Однако культура шаровидных амфор и группы Медного века из Причерноморья, современная Украина и Болгария, представляющие более отдалённые источники кавказских, восточных и западных охотников-собирателей, а также анатолийских фермеров, являются одними из наиболее поддерживаемых кандидатов для источников этих примесей вышеупомянутой популяции минуя Кавказ. Вклад от анатолийских фермеров у особей из ямной культуры Самары составляет 13,2%, а у ямников Украины и Кавказа по 16,6%. Также выяснилось, что представители северокавказской и ямной культуры Кавказа и Украины Днепропетровская область, вероятно, получили дополнительные примеси от 6 до 40% от соседних кавказских групп. Это предполагает более сложную динамичную картину групп степных предков во времени, включая формирование локального варианта степных предков северокавказской степи из представителей местного медного века, вклада степной майкопской культуры и непрерывность популяций между ранним периодом ямной культуры и средним бронзовым веком 5300-3200 лет назад. Совместная модель древнего населения Кавказского региона Самая подходящая модель повторяет генетическое разделение между кавказскими и степными группами совместно со степными особями медного века, получившими более 60% родословной от восточных охотников-собирателей, а оставшаяся часть от основной линии, связанной с кавказскими охотниками и собирателями, тогда как майкопская группа получила около 86,4% от кавказских охотников-собирателей, 9,6% от лиц, связанных с анатолийскими фермерами и 4% от восточных охотников-собирателей. А ямники Кавказа получили большинство своих предков от степных особей медного века, но также получили около 16% от анатолийских фермеров, связанных с культурой шаровидных амфор. Заключение. Доисторический период, проанализированный в новом исследовании, примерно с 6 до 3000 лет назад продемонстрировал генетическое разделение между группами в северных предгорьях Кавказа и группами степных регионов севернее. По сравнению с более современными популяциями Кавказа, которые показывают четкое разделение на группы Северного и Южного Кавказа вдоль главного Кавказского хребта в Бронзовом веке, была другая ситуация. А тот факт, что люди, похороненные в курганах в предгорной зоне Северного Кавказа, более тесно связаны с древними людьми из регионов, расположенных на юге, в современной Армении, Грузии и Иране, приводит к двум основным наблюдениям. Во-первых, спустя некоторое время после Бронзового века популяции Северного Кавказа должны были получить дополнительный поток генов от степных популяций, которые теперь отделяют их от южных кавказцев, сохранивших профиль предков Бронзового века. Археологические и исторические записи предполагают многочисленные вторжения в течение последующих периодов Железного века и Средневековья, но это влияние на ДНК ещё предстоит проверить. Во-вторых, новые результаты показывают, что Кавказ не был препятствием для человеческих миграций в доисторические времена. Вместо этого сопряжение степных и северных горных экозон можно рассматривать как территорию переноса культурных инноваций с юга и прилегающих евразийских степей далее на север, что лучше всего иллюстрируется двумя захоронениями степной майкопской культуры, которые имеют дополнительное происхождение анатолийских фермеров. Это также может объяснить регулярное присутствие артефактов в стиле майкопа в погребениях, которые разделяют традиции степи Медного века и генетически также относятся к степной группе. Следовательно, разнообразные группы степного майкопа представляют собой связь степных и кавказских групп, в том числе и культурную. Что касается влияния с юга, самые ранние даты из нового исследования в Дарквете Мешаковской культуры, непосредственных предшественников Майкопской, Медный век Кавказа, указывают на то, что генетический профиль Кавказа уже присутствовал к северу 6500 лет назад. Это согласуется с неолитизацией Кавказа, которая началась в поймах рек Южного Кавказа в шестом тысячелетии до нашей эры, откуда она распространилась на запад и северо-запад в течение следующего тысячелетия. Остаётся неясным, присутствовал ли местный профиль кавказских охотников и собирателей из карстового грота Котиасклде и пещеры Сацурблия в современной Грузии, в регионе Северного Кавказа до Неолита. В данной работе исследователи показывают, что область предгорного Северного Кавказа была генетически связана с югом во времена майкопской культуры. Даже без прямых древних данных ДНК из Северной Месопотамии результаты свидетельствуют об увеличении ассимиляции особей Медного века из Ирана, Анатолии, Армении и Кавказа Медного века в интервале 8-6 тысяч лет назад, и они, вероятно, также усилили культурные связи. Возможно, что культурно-генетическая основа майкопцев сформировалась в рамках этой сферы взаимодействия. Майкоп долгое время интерпретировали как конечный пункт расширения месопотамских цивилизаций. Далее было высказано предположение, что наряду с этим влиянием ключевые технологические инновации в Западной Азии, которые совершили революции в конце 4-го тысячелетия до н.э., в конечном итоге также распространились и на Европу. Более ранняя связь в конце 5-го тысячелетия до н.э., однако позволяет предположить об альтернативном археологическом сценарии, был ли этот культурный обмен взаимным и добровольным, и какую роль в передаче инноваций сыграли богатые металлом районы Кавказа. Вполне возможно, что жители из соседних регионов посещала мысль, а зачем платить, если можно завоевать и владеть. В пределах трехтысячелетнего интервала новые данные показывают, что северные фланги были последовательно связаны с Ближним Востоком и получали многочисленные генетические потоки с юга во время Майкопской, Куроаракской и поздней фазы северокавказской культур. Интересно, что этот обновлённый внешний вид южной генетической структуры в предгорьях Кавказа соответствует периоду ухудшения климата 4200 лет тому назад, известному как событие Бонда-3, что совпало с коллапсом Акадской империи и концом египетского древнего царства, а в Прикаспийской степной зоне наблюдался спад на протяжении нескольких сотен лет. Исследователи также отмечают, что различие между степью и Кавказом хоть и не строго, но скорее отражает изменяющуюся границу генетического происхождения во времени, возможно из-за климатических или культурных факторов, связанных со средствами к существованию или социальным обменам. Таким образом, появление степного предка в северных предгорьях, вероятно, совпадает с расширением ареала скотовода в Ямной. Важным наблюдением является и то, что самарские и степные представители Медного века, расположенные непосредственно к северу от Кавказа, первоначально не получали потока генов анатолийских фермеров. Вместо этого, профиль степных предков Медного века показывает равномерную смесь предковых линий восточных и кавказских охотников-собирателей, указывая на культурные и генетические различия между популяциями степи и Кавказа. Всё более поздние степные группы, начиная с ямников, отклоняются от смеси восточных и кавказских охотников и собирателей в сторону европейского населения на Западе. Однако, они получили предковые примеси анатолийских фермеров от собратьев по культуре из Украины, Днепропетровская область и Болгарии. А на Северном Кавказе этот генетический вклад мог произойти благодаря контактам с кавказскими группами. Альтернативным источником, объясняющим увеличение родства, связанного с западными охотниками-собирателями, может быть контакт с группами Медного и Раннего Бронзового веков, такими как культуры шаровидных амфор и Трипольская из Украины, у которых уже была примесь анатолийских фермеров. Археологические аргументы согласуются с обоими сценариями и, скорее всего, имели место примеси из всех источников. Помимо этого, контакт ранней ямной и поздней майкопской культур подтверждается майкопскими следами в ранних ямных комплексах. Эти взаимодействия очевидны из поразительного сходства образов в погребальных камерах Центральной Европы и Кавказа и в схожести геометрических узоров на каменных могилах при Черноморской степи и каменных стелах Кавказа. А также отмечено сходство с керамикой культурой шаровидных амфор, которая связывает восточную окраину Карпат и Балтийское море. Это совпадение символов подразумевает сеть связей и взаимодействий конца 4-го тысячелетия до н.э., которая прослеживается по всему Черноморскому региону с участием Кавказа, а затем ранних групп шаровидных амфор в Карпатах и Центральной Европе. Роль ранних ямников в этой сети до сих пор не ясна. Однако эта зона взаимодействия предшествует любому прямому влиянию групп ямной культуры на генофонд Европы или последующему формированию культуры боевых топоров. А продолжительность этого взаимодействия способствовала тонкому потоку генов от фермеров на восточной границе пахотных земель в степь за несколько столетий до массового расширения ареала обитания скотоводческих групп, достигших Центральной Европы в середине третьего тысячелетия до н.э. Удивительным открытием стало и то, что особи степного майкопа из восточных пустынных степей имели особый наследственный компонент, который связывает их с позднепалеолитическими стоянками Сибири, как Мальта-1 в Иркутской области и Афонтова гора-3 у Красноярска, а также с коренными американцами. Это подтверждается и более часто встречающимися в Восточной Азии особенностями, включая и производный рецептор Эктодисплазина-Эй, который также наблюдается у охотников-собирателей из Карелии и Скандинавии. Дополнительная близость к восточноазиатским народам предполагает, что это происхождение исходит не от древних северных евразийцев, а от ещё неидентифицированной наследственной популяции в северной части Центральной Евразии, с широким распространением между Кавказом, Уралом и Тихим океаном. Следы этих популяций исследователи обнаружили у юго-западных и самых молодых представителей Выборки. Понимание того, как Кавказские горы служили коридором для распространения потоков генов кавказских охотников и собирателей на север, а также для тонкого более позднего потока генов с юга, позволяет сделать предположение об источнике проиндоевропейских языков. Стоит отметить, что в предыдущих исследованиях эти же авторы склонялись к местоположению источников проиндоевропейских языков к северу от Кавказа. Однако в новом исследовании они перенесли предполагаемый источник уже к югу от Кавказа. По их мнению, это может объяснить раннее разветвление анатолийских языков до греческих, индоиранских и индоарийских. Тем не менее, последние результаты палеогенетики из Южной Азии предполагают распространение среднего и позднего бронзового века через степной пояс. Независимо от более ранней схемы разветвления языковых групп, распространение некоторых или всех ветвей проиндоевропейских языков было бы возможно через Северное Причерноморье и Кавказ и оттуда вместе со скотоводами в Европу. Этот сценарий находит поддержку в хорошо засвидетельствованной и широко задокументированной степной родословной в европейских популяциях. Однако сами авторы признают, что они пока не могут решить эту проблему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова